привет в этом видео мы разберемся как работать с sql lite в вашей программе go я в пустой директории создаю новый файл это будет main.go и напишу стандартную структуру package main и так далее итак для начала работы нам нужно открыть базу данных для этого мы в переменную database и вторая переменная ошибка которую мы будем игнорировать мы делаем вот так вот sql . open ставим скобки тут сразу импортировался пакет и мы смотрим нам нужно передать имя драйвера и data source name то есть сам путь к нашей базе данных драйвер у нас будет sql lite 3 а data source name это база данных sql lite sql lite которая будет находиться в этой же директории поэтому мы сделаем вот так вот и придумаем какое-то имя gopher db кроме этого нам нужно импортировать дополнительный пакет который поможет нам работать и конкретно с sql lite 3 это будет драйвер который мы напрямую не будем использовать поэтому я пишу подстрочную и дальше github точка ком слэш мэттен слэш go dfiz sql lite 3 закрываем скобку и сохраняем вылезли ошибки давайте откроем терминал введем go mode init надо имя придумать sql lite голенг появился файл go mode и теперь нам нужно просто написать go get сразу видим что загружается то что мы импортировали и нам нужно немножко подождать и так прошло какое то время пока загружался наш файл и теперь нужно использовать как-то базу данных которую мы гипотетически открыли давайте сделаем точнее выражение это будет стейтмент переменная запятая и снова ошибка которую мы пока будем игнорировать я ввожу датабейс точка прп с помощью прп мы будем как бы подготавливать какие-то выражения для управления базой данных и так как у нас пока что нет гофр дебе вообще мы должны создать в ней таблицу какую-то поэтому мы желательно большими буквами это правило хорошего тона напишем create table if not exist то есть если этой таблицы нет то мы создадим таблицу people это имя которое будут такие поля айди это будет интеджер целое число и это будет primary key также у нас будет first name это будет текст то есть строка по сути и last name тоже строка текст закрываем скобку и теперь нам нужно выполнить этот statement выражение для этого просто пишем statement экзек параметров никаких передавать не будем сохраняем и запускаем я пишу go run main go возникла ошибка скорее всего потому что я неправильно написал запрос сохраню запущу еще раз да все запустилось и так гофр дебе он у нас вот отображается то есть видно что какие-то таблицы создались вот тут есть secret table people и так далее после этого мы хотим добавить какие-то данные в таблицу people для этого мы снова такие будем использовать команду точнее функцию prepare то есть подготавливать запрос для этого пишем statement ошибку снова игнорируем двоеточие равно database prepare и в скобках что мы пишем insert тоже большими insert into имя таблицы people здесь какие поля будут задействованы first name и last name и значение values но мы здесь не значение пишем а два вопросительных знака то есть потом когда мы будем снова вызывать экзек мы вместо двух вопросительных знаков поставим два параметра и они уже пост подставятся в подготовленный запрос так только здесь нужно просто присвоить потому что мы уже создали переменную и вот такой запрос у нас будет вообще для чего мы делаем подготовленные запросы а для того чтобы не оказаться на месте вот такого вот никиты который вместо того чтобы подготавливать запросы он просто брал и вставлял в запрос какой-то вот пользователя поэтому у него получилось этого хакера сделать sql инъекцию вот как это называется и так statement мы создали давайте его выполним просто делаем statement . экзек и два параметра передаем как first name и last name это будет пусть джон и да и сохраним и перед тем как выполнить давайте проверим эту базу данных но она вот такая я вообще хотел показать вам разницу что изменится здесь ну посмотрим давайте запускаем сохраненный файл он выполнился без паники и да ну тут что-то поменялось все таки вот видим джон дуи переходим снова в мэнго и давайте теперь сделаем какой-то select select означает сделать выборку то есть выбрать что-то из базы для для выполнения и обработки запроса нам нужно создать две переменные одну из которых мы будем игнорировать потому что это ошибка и в датабейс пакете мы будем вызывать функцию quarry и quarry принимает один параметр в нашем случае мы будем передавать один это будет select запрос select айди first name и last name from из таблицы people теперь нам нужно создать какие-то переменные в которых мы будем хранить айди first name last name мы можем создать структуру но пока что давайте просто создадим переменную айди пока что пустую также first name и last name теперь нам нужно в цикле перебирать все строки которые мы получили из этого запроса для этого мы сделаем for rose . next здесь такие вот скобки и открываем фигурные скобки а здесь уже работаем с одной строкой для этого rose . scan пишем и тут что у нас принимается принимаются указатели на какие-то переменные с разными типами данных в нашем случае это будет указатель на переменную айди также указатель на переменную first name и указатель на переменную last name и и для того чтобы например вывести эти переменные мы просто пишем fmt printf здесь вот кавычки сразу поставим обратный слэш н и это будет у нас целое число и также две строки ну давайте вот здесь будет пробел а а тут например двоеточие а переменные это будет айди first name и last name но так как мы уже добавили в базу john дуи давайте придумаем что-то вроде lorem ipsum пусть это будет у нас first name и last name и так запускаем и снова ошибка я снова ошибся так select исправляю и смотрим john дуи lorem ipsum потому что мы выполнили этот скрипт два раза ну по сути все работает теперь можем просто чтобы проверить что все работает еще раз изменить например вытягивать только first name и айди здесь пусть будет какое-то имя еще или мы можем просто все стереть но давайте будем выбирать в этом случае мы выбираем айди и first name и поэтому мы last name убираем точно также убираем их здесь и не будем выводить и конечно же тут сохраняем запускаем как вы видите теперь тоже все работает это конец видео если вы хотите больше узнать про скил вы можете перейти на сайт w3 schools и здесь посмотреть пройтись по урокам которые говорят как вставлять данные в таблицы как удалять таблицы как изменять значение в уже существующих записях и много чего другого интересного или же вы можете взять более обширный курс просто sql ну по сути вот эти все mysql sql light и так далее они не очень сильно отличаются поэтому можете взять один из курсов тут все бесплатно я думаю вам понравится если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии всем пока